Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Заключено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Культурная среда И у нас в гостях сегодня Замечательная органистка Профессор Латвийской Академии Музыки Воспитавшая целую плеяду Известных органистов Яркая концертирующая органистка Лариса Болова Здравствуйте Здравствуйте И Лариса Болова вчера был юбилей Исполнилось 70 лет И она чрезвычайно скромный человек Музыкант При этом очень яркий музыкант И вот мы сегодня будем рассказывать И говорить о творческой судьбе О судьбе органиста О судьбе музыканта О судьбе педагога И конечно же будем рассказывать О концертной афише Которая начинается у нас со среды Сегодня в Домском соборе Также есть концерт Хотела бы начать с 24 января И опять-таки это Домский собор Концерт с очень необычным названием Прикосновения Выступает Илза Рейне Орган и также ее супруг Айгарс Рейнес Музыкальный директор Домского собора И вместе с ними еще будет Янис Куршев Стенор Янис Поретис Труба Айнарс Паукшенс Виолончель И в программе у них произведения От эпохи барокко до 20 века В том числе будет Премьера произведения Современного композитора Курма Гидроидса И я так подозреваю Для всего этого состава И помимо Также в программе Бах, Пёрсел, Дубра Мне кажется Очень интересная программа И вот почему я начала Анонс именно с Домского собора У Ларисы Буловой был юбилейный концерт 17 или 18 января Когда она исполняла Концерт, посвященный юбилею Хотя все было Замаскировано Нигде на афишах не было указано О том, что юбилей И, кстати, Лариса Булова В течение долгого-долгого времени Была главной органисткой Домского собора Ларис, в течение какого времени Вы были главным органистом? Я была с 92-го года Ух ты, это больше 20 лет Да Это накладывает какую-то Повышенную ответственность Когда вы играете в службу Все-таки это главный собор Риги Туда приходят не только туристы Но и рижане Расскажите вот об этом вашем поприще Ну, конечно, это очень большая ответственность И достаточно большая нагрузка Потому что это надо быть в наилучшей форме Каждое воскресенье Естественно, к этому мы готовимся Так что эта жизнь довольно напряженная Да Ну, конечно, она приносит очень много удовольствия И когда я помню Вспоминаю все эти благодарности После благослужения Когда люди благодарят за музыку Это, конечно, просто великолепно Действительно, ведь в богослужении В лютеранском богослужении Потому что церковь лютеранская Всегда есть прелюдия органиста Затем и орган соло Участвует на причастии И затем в конце пост люди И часто, особенно в латвийской практике Органисты включают много произведений Не то, что много Но музыкальное сопровождение внутри службы Помимо хоралов И вот, насколько я знаю Вы частенько приглашали даже музыкантов Других для того, чтобы украсить богослужение Да, так это действительно было В Домском есть такая традиция Что практически каждое воскресенье Кроме органиста Еще участвует или солист, или хор Это не, как сказать Это не такое обязательство Но так и от нас практически было Так что действительно Мне удалось музыцировать С очень многими яркими, хорошими музыкантами Хорошими друзьями И так далее А есть у вас какие-то сложившиеся дуэты С которыми вы сотрудничаете уже много-много лет Так же, как вы работали в Домском соборе В разных годах Это было по-разному Было время, когда я очень много играла со своим супругом Янез Булас У нас был такой, я бы сказала, стабильный Довольно сильный дуэт Скрипка Играли мои трио В последние годы Я очень часто, я бы сказала, регулярно Играла с Монто Мартинсоне Сейчас я как-то привлекла Сопрано Сейчас я привлекла Юрия Сависбуласа Вы работаете с молодыми музыкантами сейчас, да? Ну, по-разному Так, может быть, те имена, которые я сейчас назвала Так и есть Ну, например, мне очень нравится сотрудничество с Илоном Мэй Ее тоже как-то последние, ну, не знаю, там 6-7 лет мы как-то сошлись И очень любим друг друга, как музыкантов И, да, и только что я играла на своем, так называемом, любилейном концерте Играла с Дитта Крейнберга Так что уже это не самые младшие музыканты Да, это уже не такие Действительно, просто Монто Мартинсон Она недавняя выпускница, но очень у нее красивый тембр И она владеет барочной техникой И слушать ее большое удовольствие А Юрий Сависбулас, мне кажется, очень перспективный тоже тенор И с ним программы делать очень интересно А скажите, помимо Домского собора Какие органы вы любите в Латвии еще? В Латвии очень люблю Валмиру Валмирский орган Я бы сказала, наверное, это второй после Домского собора Потрясающий инструмент, да Ну, конечно, неплохой орган в Старой Гертруде Много есть хороших органов, но самый любимый, конечно, это мой Домский Ну, конечно, да Скажите, а вот мне, как органистке, тоже достаточно иногда сложно играть в Домском соборе Особенно если включишь все кополы У вас бывает такое, что просто физически сложно играть на этом инструменте? Этот инструмент действительно тяжелый, как если включить кополы И я должна сказать, к сожалению, что вот с возраста мне это становится все сложнее Мне даже кажется, что орган стал тяжелее, что, кстати, сказала Но наши органные мастера это отрицают Такого не может быть Но так, что иногда действительно технически сложные вещи Это большое напряжение А расскажите, как вы пришли к органу? У вас в семье были музыканты Как вы, с чего начался путь именно органного мастера? Ну, я начала, наверное, как большинство в то время с фортипиано А к этому меня направил мой отец, который был классическим филологом Но в своей молодости он очень много занимался музыкой Он сказал даже, что у него был такой выбор Куда пойти, в консерваторию или учить языки Но получилось так, что как раз филология брала верх Но тем не менее он очень любил музыку Очень часто дома играл Я всегда помню первую вещь и самое главное Итальянский концерт Баха Мне очень нравилось Так что вот он меня направил, обучил Ну, первые такие основы Потом я пошла в школу Павла Юриана Обыкновенная детская школа Ну, наверное, очень хорошая А через какое-то время я перешла в школу Эмила Дарзини Ну, потом поступила в Латвийскую государственную консерваторию И там уже с первого курса появилась возможность заниматься на органе факультативно Конечно, про специальности тогда никто не говорил Поскольку должности органиста такой практически не было У нас уже тогда был открыт, как концертный зал, Домский собор И там были штатные солисты Но я абсолютно не мечтала ни о чем таком Ну, сложно пробиться молодым музыкантом в Домский собор, конечно Мне такое даже абсолютно не пришло в голову Меня натолкнуло на орган В смысле, первый день, когда я пришла в академию, в 1 сентября Поднялся человек, имя которого я тогда не знала Это был Николай Карлович Ванадзинч, мой следующий профессор Основатель органной школы в Латвии Конечно, да И потом, то есть он предложил, что кто желает, может записаться на орган Как я это слово услышала, я, конечно, была сразу там Но главная причина, что я всегда очень любила Баха И естественно, что Бах тоже в большой степени был связан с органом И что касается, как это в семье, ну, отец нас с сестрой Мы очень часто ходили на концерты И, конечно, летом были большие концерты Где исполняли, ну, например, он нас водил на реквием Страсти, например А там всегда еще был включен орган Да, органная музыка, какая-то соло органа И, естественно, это впечатляло Так что, ну, у меня абсолютно не было никаких таких Амбициозных Абсолютно нет Абсолютно нет Но, тем не менее, судьба распорядилась так Достаточно благосклонно к вам в качестве органистки То есть вы начали после окончания консерватории Сначала преподавать Ой, сначала были концертмейстером по фортепиано Правильно я понимаю? Да И потом через какое-то время начали преподавать уже орган Да, это верно, так это и было Кто у вас были первые ученики, вы помните? Первые ученики Ну, к сожалению, ее уже нет в живых Такая Людмила Чистакова Она Потом у меня был очень Опять, к сожалению, его уже нет в живых Был очень хороший студент из Беларуси, из Минска Он был выпускником московской аспирантуры по фортепиано Ну, это такие очень сильные, которые уже были Так же, как Люда уже, она была с образованием пианистов Фортепиано Фортепиано, да Ну, Кристина Адамай, это ведь тоже ваша ученица Она моя, но это все-таки немножко Уже чуть-чуть попозже Это позже, да, там тоже были очень хорошие Это ведь настоящая уже звезда органа Очень сильные, ребят Очень сильные Это я должна благодарить Это была такая ситуация, что именно Людмила Чистакова Она преподавала орган в школе Меддени Она сама была ученицей Эллы Страждани И все, они лучшие ученики Тогда были также ученики Эллы Страждани По фортепиано Потому что она очень как-то поддерживала желания И как раз способствовала, чтобы занимались на органе Она считала, что это приносит очень большую пользу Ну, в общем, Люда в то время ушла в декрет И меня попросили заместить ее Так это было несколько лет Но это были очень такие Я думаю, что рост этих молодых музыкантов То есть их было много Многие сильные они были Ну, когда посмотришь Когда я переехала в Латвию И стала знакомиться с творчеством коллег, органистов Я заметила, насколько много учеников Как раз обучалось у нашей гости сегодняшней У Ларисы Буловой И это целая плеяда выдающихся органистов Которые сейчас представляют цвет органной музыки Латвии Что у нас еще с афишей на этой неделе, дорогие друзья 25 января в Яне Базнице Абы Мария Концерт, который представляет сопрано Ольга Пятигорская И органистка Йонта Баринская И в программе у них произведения Шуберта, Баха, Качини Конечно же, будет и произведение для органа соло Ольга Пятигорская часто представляет эту программу Наверное, это один из хитов у вокалистов, который звучит наиболее часто В этот же день, 25 января, в старой Гертруде Яркая скрипачка, солист, которая также работает в Латвийском национальном симфоническом оркестре Илза Кирсанова и пианист-органист Янис Карпович Представят интересную программу, шедевры классической музыки Там прозвучат такие произведения, как Чекона, Тамаза Витали Интересное произведение Фратрес, Арва Пярта Также будет музыка латвийских композиторов Молитва Люции Гарруте И вторая часть из концерта для скрипки и оркестра Яниса Иванова И другие произведения, в частности, например, тема из кинофильма Список Шиндлера И на этот концерт, этот концерт будет благотворительный В старой Гертруде И, насколько я поняла, что там как будто он даже вообще бесплатный Это 25 января, начало также в 19.00 Илза Кирсанова и Янис Карпович У нас в гостях Лариса Булова И продолжим нашу программу после небольшой рекламной паузы Продолжаем нашу передачу Лариса Булова прекрасная органистка Которая отмечала юбилей на этой неделе Мы от всей души желаем здоровья Дальнейшие долгие лета творческого процветания Чтобы все было интересно И, конечно же, ярких концертов И Лариса меня поправила, что в старой Гертруде Концерт Илзы Кирсановой и органиста Яниса Карповича Начало в 18.00 Концерт бесплатный в программе «Шедевры классической музыки» Лариса, какой для вас был самый необычный дуэт? То есть вы уже сказали, что у вас был очень яркий дуэт с вашим супругом, со скрипкой А вот какой самый необычный дуэт был за вашу творческую деятельность? Даже не знаю, что ответить Каждый первый раз очень необычный С каждым солистом первый раз Первая программа, которую выбираешь Даже не знаю, что назвать Часто ли приходилось делать аранжировки Или вы предпочитаете играть какую-то оригинально написанную музыку? Я обязательно предпочитаю оригинальную музыку Оригинально написанную музыку Но тем не менее в Латвии даже с давних времен С тех времен, как функционировала латвийская филармония Это было очень принято делать аранжировки для солистов И так что я тоже этим занималась много Но я всегда очень... Ну, если у меня есть выбор Я прошу своих солистов, особенно сейчас Что лучше найдем какие-то оригинальные произведения Конечно, это означает то, что это должна быть очень хорошая музыка Не только потому, что это оригинально Если она мне не по душе и не нравится И тогда, конечно, я не берусь за это Но, в принципе, я лучше за оригинал Потом, знаете, что это оригинальная музыка Очень мало знакома Люди, вот Коченьева Мария, так называем Да-да-да, Владимир Мария Сколько это исполняется, сколько это... И таких произведений много Которые исполняются очень часто Но вот есть очень много хороших оригинальных произведений Которые неизвестны Ну, вы не сталкивались с тем, что как раз публика Относится к тем произведениям, которые не знают Они не очень хотят идти на концерт Это абсолютно верно Но я всегда говорю, это не мое дело Я себе говорю, это не мое дело Ну, конечно, я тоже стремлюсь составить программу таким образом Чтобы там было не только чего-то очень оригинального Но, конечно, чтобы это была музыка, как мы говорим, для души Да А какие произведения у вас самые любимые? Все равно есть какое-то... Ну, не одно, да, но есть Есть, конечно, есть Есть у меня несколько таких, которыми возвращаюсь в течение своей карьеры, если так можно сказать И, конечно, ну, к ним относятся в первую очередь произведения Баха Я очень люблю ми минор при Люди и Фу, который я только что играла на своем концерте Да, кондиозное, да Причем это мне связано с моим профессором, который меня вот очень хвалил за это исполнение И я это играла также на своем первом концерте Только не надо думать, что играть 45 года каждый раз подряд И каждый год такого нет Это как-то... Есть такие периоды, когда возвращаешься И, конечно, в этой музыке есть то, что всегда находишь что-то новое Никогда она не надоедает Это можно постоянно что-то черпать оттуда Ну, кстати, о ми минорной при Люди и Фуги Форкель сказал, что это произведение, которое было написано уже таким сложным языком Что во времена Баха исполнить его мог только он сам Или кто-то из его учеников, например, Крэпс И как бы как раз это был тот период, когда уже Карл Филипп Эмонейл Бах И Вильгельм Фридеман Бах затмили своей славой отца Иоганна Себастьяна Баха И его творчество как бы ушло в тень А при этом это была вершина его творчества Это были написаны самые сложные произведения лепцикского периода И Пасакалия до минор И вот эта грандиозная при Люди и Фуга ми минор Это действительно, наверное, одно из сложнейших произведений для исполнения Именно для органиста И как раз отмечали вот эту виртуозность Когда органное искусство в те времена пошло на спад И исполнить это произведение уже не могли так, как его исполнял Иоганн Себастьян Бах Да и сейчас даже, в принципе, не каждый органист берет свой репертуар При Люди и Фугу ми минор А тем более на таком сложном инструменте, как орган Домского собора А вы именно на нем всегда и играли Да, это все верно, что вы говорите Это так действительно есть Это уму непосяжимость, что Бах выразил в ней Это космос Действительно, потому что это и Прелюдия, и Фуга Это настолько они равнозначны Какая Фуга Да, потому что ведь зачастую у него так строились циклы Например, прекрасный цикл Прелюдия Фуга до минор 546 Да, по каталогу номер И там все-таки такая грандиозная Прелюдия И потом краткая Фуга А вот Прелюдия Фуга ми минор Это действительно испытание даже на выдержку Чтобы это фактически 15 минут И действительно это ярчайшее произведение Оган Себастьяна Баха И многие органисты стараются включить в свой репертуар Какое еще у вас любимое произведение? Я знаю, что вот, например, вы в конце декабря играли Гениальную сонату Юлию Соройбке Это потрясающее произведение Длительностью 25 минут А иногда и до 30 минут В зависимости от инструмента Потому что в большой акустике Некоторые произведения играются В более медленных темпах Чтобы это прозвучало Как, например, орган Домского собора И это гениальное сочинение Это единственное сочинение Юлии Соройбке Какие у вас с ним отношения? Отношения самые-самые близкие Так что это тоже относится к моим самым любимым произведениям К которым я возвращаюсь Я играла в декабре И, конечно, рада, когда у меня есть возможность его сыграть Опять то же самое Ему же было только 24 года, когда он уже покинул Он умер от туберкулеза И, к сожалению, может быть, он написал что-то еще Но у нас мы знаем только фортепианную сонату и органную сонату Я видела ноты фортепианной сонаты Но это нечто невероятное Сколько там нот Я никогда не слышала ее То есть так сложно, как орган Намного сложнее Глазами, кажется, это намного сложнее Сложнее технически Но, наверное, это под впечатлением Листа Но я не слышала никогда И, может быть, даже можно учеником Листа И как раз там кто-то в хрониках писал Что, дескать, Лист не пришел попрощаться с своим учеником Потому что Юлиус Ройбке был болен туберкулезом А Лист опасался заразиться Хотя, в принципе, считалось, что это не заразно Но, тем не менее, Лист Ну, мы всегда знаем, что Лист был достаточно таким эпатажным композитором И многих-многих композиторов он обидел в своей жизни Так же, как Рихарда Вагнера Которого он в начале творческого пути просто игнорировал И когда тот приносил ему свою партитуру Он от них просто отмахивал И от Рихарда Вагнера отмахивался, как от назойливой мухи Но, тем не менее, потом женился на дочке Рихард Вагнер женился на дочке Ференца Листа И была его супруга Казима Вагнер И, тем не менее, вот такая печальная судьба у Юлиуса Ройбке Который создал гениальное сочинение на 94-й Псалом И вот я всегда, когда играю так же эту сонату, удивляюсь, насколько ему удалось в музыке выразить содержание этого И это, в принципе, ведь идет так же традиция ференца Листа, программная музыка Скажите, когда вы впервые исполнили эту сонату? Когда вы пришли к этому сочинению? Так, что я играла на своем первом концерте То есть у вас был ми-минор, был Ройбке Ну, это, вы знаете, это грандиозно, действительно Это потрясающе Потрясающе На концерте, не на дипломном экзамене, потому что тот я сдавала Это был первый концерт в Домском соборе Да, 8 января 75-го года, да, я играла Потрясающе, да Ну, это действительно выдержка огромная Это точно так же были концерты в одно отделение Или тогда были два отделения? Тогда были два отделения Тогда это был концертный зал, Домский собор, да То есть это не было культовым местом И как раз это была главная концертная, можно сказать, площадка, да, все-таки Но, тем не менее, наверняка сохранялось вот это сакральное ощущение То есть Домский собор всегда нес с собой вот это величие И вот этот Божий дух, который наполняет Домский собор Несомненно, так есть Вы, наверное, помните, что вы еще играли на своем первом концерте Я тоже помню, что я играла в цикл Ромалда Ярмака Но, должна сказать, что я почему-то, наверное, какой-то хорал Почему-то не помню, что я еще играл Ну, программа, наверное, у меня есть, но так я забыла Да, я играла так триптих Ромалда Ярмака Вот Есть еще какие-то сочинения, которые для вас такие знаковые в вашем творчестве? Ну, это уже любовь последних лет Но довольно достаточно много последних лет Может быть, больше десяти, конечно, точно Я очень люблю большой симфонической пьесе Франка И вообще я очень люблю Сезара Франка Очень люблю Франка, да Когда я работала еще в церкви Стоу Павла и приглашала вас на концерты Каждый концерт Ларисы Буловой включал произведения Сезара Франка Я этому очень радовалась Притом самые разные То есть, конечно, хоралы Ля-минор часто исполняют героическую пьесу редкой И еще вы играли фантазию Я играл фантазию, да То есть это действительно И про Сезара Франка говорят как папаша Франк И также говорили про него, что это как второй Бах И именно французы Во французской музыке Сезар Франк, можно сказать, возродил творчество Баха Так же, как Феликс Мендельсон в начале XIX века возродил творчество Баха для всей Европы Но в первую очередь для Германии и Англии То вот Сезар Франк возродил творчество Баха во Франции И говорят, что у него такая же глубина, как у Баха У вас совершенно другого плана, но глубина там есть Потрясающая просто, да Нет, тоже нет, ни одной пустой ноты Да, вот и действительно это очень красивая музыка Но, к сожалению, не так часто звучит Не так часто исполняют Франко у нас Франко вообще? Франко, ну я имею в виду организм Ну я думаю, что действительно есть такие определенные вещи, которые играют Часто, как на преминор И ля-минорный хорал Но это неудивительно, что большая симфоническая вещь играется Пьеса играется не так часто Она же требует все-таки большого гана Да, она Она требует большого гана Так что это не так сложно регистрировать Это колоссальный труд, пока ее так вложить в инструмент Инструментировать Да Тем более, ну Вот недавно я слышала Органист Сейчас Ой, преподавал импровизацию у нас Почему-то не могу Юргенес Юргенес Да Очень хороший органист И он играл эту вещь И он играл, регистрировал Ну совсем по-другому Чем Франко дал очень много своих указаний Только эти все указания не всегда исполнимы на нашем органе Но мы Ну я лично стараюсь как бы Что-то чем-то заменить Чтобы это звучало похоже Хоть надо сказать По правде сказать Что такое, как на КВЕ и Коль Все равно не получится Ну вот А на следующий день мы поговорили с Юргеном Ислам И он сказал, что это не надо делать Что он к этому не стремился Чтобы как бы найти КВЕ и Коль в этом валькере Он говорит, надо только чтобы эта вещь звучала красиво и убедительно Так что разные подходы Ну регистровка у нас это действительно Когда одно и то же произведение Даже Баха может звучать настолько по-разному Что ты даже его не узнаешь Я помню однажды Отыграв сольный концерт в соборе на Малой Грузинской Это в Москве установлен самый большой аркан И после меня репетировал органист из Екатеринбурга И он играл фантазию фугу до минор И фантазию часто принято играть 537 И фантазию часто принято играть Не достаточно в тихой звучности Или на принципалах Это такой тембр Это я поясняю своим нашим слушателям И я впервые услышала фантазию фугу на плена Я буквально в первом мгновении не могла осознать Что это за произведение Потому что настолько я привыкла фантазию слышать Более камерно, более интимно, душевно Что я никогда ее не воспринимала на плена И в принципе я когда прослушала целиком Было достаточно убедительно Но для меня все-таки существует это сочинение в другой регистровке И точно так же очень много произведений Которые если регистровать Особенно на органе Домского собора Вот эти включать тембры Использовать совершенно другие То можно даже не узнать Одно и то же сочинение Вернемся к нашей афише 26 января Инна Давыдова Расскажет очень интересную лекцию Название даже интересное Следующая остановка А, Москва Следующая остановка Многоточие И тема там фактически Что как Москва Музыкальная столица мира И эта лекция предназначена и для детей И для взрослых Начало в 12.00 И лекция проводится в Национальной библиотеке А выступать там также будет И иллюстрировать ее лекцию Актет Абертон В программе произведения Чековского, Римского, Корсакова, Баха А также актет Гениальника Актет Рейнхольда Глиера Это 26 января 27 января На мой взгляд Очень интересный концерт ВЭФ Культурный Значит И там будет продолжение фестиваля Винтерфест И выступает Пианист Лауреат конкурса Чайковского 2019 года Японский пианист Мао Фудзита Или Фуджита И в программе у него Моцарт, Бетховен и Шопен Этот пианист покорил Многих-многих Слушателей на конкурсе Чайковского Вокруг него были целые баталии Многие ему прочили первое место И были разочарованы Что он получил Я не помню Четвертый или пятый Это юный пианист Которому там 17 или 18 лет И когда он играет Действительно Такое Производит впечатление Наивного мальчика Но гениально владеющего Инструментом И многие-многие Слушатели были разочарованы Что ему дали Не первое место Тем не менее Конкурс Чайковского Это всегда Такая лотерея И не всегда Мнение слушателей Публики Совпадает с мнением Жюри И часто бывает Что Но тем не менее История затем Расставляет все Все места По своим Правилам И бывает Такое Что лауреаты Первых премий Мы не слышим Не знаем О них Например Пианисты Которые не прошли Даже в третий тур Или даже во второй тур Становятся яркими Выдающимися Личностями И Примеров таких Очень много Конкурсы Это не всегда Показатель Мастерства 28 января В музыкальном доме Дайлис Сергей Егерь Будет отмечать День рождения Как у нас Как наши гости Лариса Булова Скромно отметила Свой юбилей В Домском соборе Так Сергей Егерь Отметит Свой день рождения Уже не скромно Он не скрывает Что у него День рождения В музыкальном доме Дайлис И вместе с ним В программе Выступит Иева Шмидте Фортепиано Агнеса Канне Скрипка Янис Тафецкий С контрабас В этот же день 28 января В Академии музыки Музыка любви И как раз там выступает Еще раз Актет Абертон Это для тех Кто не успеет Послушать Вместе с Инной Давыдовой Этот актет 26 января В Национальной библиотеке Можно послушать Актет Абертон 28 января В Латвийской Академии музыки Там, где преподает Сейчас Лариса Булова Является профессором Кафедры Аргана Кстати, Лариса Буквально в последние Минутки нашей передачи Сколько у вас сейчас Учеников? Сейчас у меня совсем мало У меня есть пару Пару факультативных Одна студентка Из Китая Ну, как интересно То есть, это больше Факультативные Или сейчас Или все-таки Есть специалисты У меня все Все, которые У нас сейчас называют Предмет по выбору Например Выбирать Или клавесин Или орган Так что Сейчас у меня мало Ну, в принципе Наверное, сейчас Мало органистов Учится Органистов намного Меньше стало Это неудивительно Потому что вообще Нас уже стало много И много хороших Органистов Все хотят играть Ну, у меня есть Еще одна студентка Которую я жду Что она вернется С декретного отпуска В следующем году Это кто? Лаура Иванова Лаура Иванова Иванова, да Из Резакна, да Она из Резакна Яркая Да, очень Очень талантливая Органистка Скажите Был ли какой-то пик Вашей педагогической Деятельность Когда было Очень-очень много Органистов Это было Начало Я думаю Так же 90-е годы Когда Во-первых Стали функционировать Церкви И была такая Все-таки Нужна в органистах Хотя бы Там была Возможность Играть Это было Было так Что мы не могли Принять все Которые хотели Такое действительно Было А потом уже Все-таки Есть даже больше Нас никогда Нельзя сравнить Сравнивать С каждым Фортепиано Всегда будет Намного больше Это все-таки Надо понять Что орган Это более штучный Экземпляр Это более штучный Экземпляр Это более инспекционный Потом я не Смею сказать Что органом На жизни не заработаешь Это просто Органист Любой Практически Делает еще Какую-то работу Он заработает Может быть Педагогом Фортепиано Наши студенты Практически все Стараются сдать Экзамен по методике Фортепиано Чтобы они потом Могли работать В школах Но они не теряют От этого Конечно И так что Когда в академии То есть в то время Еще была консерватория Организовалась Именно Органная кафедра Куда принимали Изначально Органистов То есть не совмещать Фортепиано И орган А именно Только органисты Или это даже Я точно Нет такой Было Но я не Точно Я не скажу Год Не могу сказать А сейчас Разработалась Время Сейчас есть Разработалась Потом программа Для этих Органистов Которые будут Играть в церкви Там уже Дополняют Церковные органисты Да Там же Дополнительная Литургия И дирижирование Хора Также И постановление Голоса Говорят Постановка голоса Постановка голоса Очень много Таких специфических Сакральной музыки Сакральной музыки Так что Например Органная Литература Предмет Уход за органом Да Это конечно То есть Органное Исполнительское Искусство Можно сказать Что это Самое Молодое Развитие Получило Потому что Пианисты Пианистическая Школа Начинают С семи Иногда С пяти лет Скрипачи А органисты Еще до недавнего Времени Начинали Свой творческий Путь Только в момент Когда поступали В академию Или в консерваторию То есть Уже Это было им Там Двадцать лет Вот я например Начала заниматься На органе Когда мне было Только двадцать три года С третьего курса Консерватории А сейчас Педагогика Органного Исполнительства Молодеет И молодеет И в России Уже созданы Органные школы И даже в Латвии Здесь тоже например В Балдырае Создана органная школа Органная кафедра Где дети могут Начинать уже С измольства Заниматься на органе Потому что На самом деле Инструмент сложный И здорово Что на нем Можно начинать Учиться Не в двадцать лет Только играть Переучиваясь Фактически Потому что Все-таки На органе Совершенно другие Приемы игры Ну и даже Научиться Координировать Руками и ногами Достаточно сложно И на это Требуется большое время Но Такая традиция Существовала И существует Когда на органе Приходят Заниматься Музыканты С самых разных Специальностей Бывают и пианисты Конечно же Чаще всего Это пианисты Также это Теоретики Музыковеды Композиторы Но случается Что из других Специальностей Что Реже 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 Потому что Труднее Труднее Но действительно Орган Органисты Это штучные Экземпляры И мы Еще раз Поздравляем С юбилеем Нашу замечательную Гостью Сегодняшнюю Профессора Латвийской Академии музыки Выдающуюся Латвийскую Органистку Ларису Булову Которая Вчера Отмечала Юбилей И приглашаем На ее концерты В Домском Соборе И в других Концертных Местах Ну Я назвала Концертных Но конечно же Органисты Это в первую очередь Церковные Органисты Выступаем мы Чаще всего В церквях Я прощаюсь С вами Дорогие друзья В ближайшие 2-3 недели Меня к сожалению Не будет С вами будет выступать Олег Пек Я уезжаю на гастроли В Россию И встретимся с вами В феврале Ну и Ходите конечно же На концерты Классической музыки Вдохновляйтесь И органной музыкой И фортепианной И скрипичной Мероприятия Всегда проводятся Слушайте Классическую музыку До новых встреч